здравствуйте дорогие друзья гости подписчики моего канала в этом ролике как вы уже видите будет снова виноградная тема рассмотрена а именно тема такого эффекта как распускание или раскрытие почек осенью когда уже казалось бы виноград должен готовиться к зиме и иногда из-за неправильной агротехники происходит раскрытие так называемых спящих почек недавно мне поступил на канале такой вот вопрос от моего подписчика почему это произошло и от чего это с чем это связано и в общем то я решил снять видео почему же происходит осенью сентябре примерно нахожусь в московской области это может произойти конечно и раньше и в августе но хочу вам сказать что со мной тоже такая неприятность один раз случилось вот эти вот почечки у меня раскрылись это было правда уже давно когда я только начинал заниматься виноградом и мне тоже было непонятно почему раскрылись почки от чего это произошло и так давайте разберемся от чего же происходит это явление раскрытие спящих почек в конце лета начале осени это происходит из-за того что нарушается дисбаланс между корневой системой и листовым аппаратом растения то есть растению не хватает листьев потому что либо обрезан очень коротко либо удалены пасынки и за счет того что виноград продолжает еще вегетировать осенью вот у нас сейчас тоже стоит московской области очень хорошая теплая погода сегодня 17 октября листики вот видите еще целы это сорт винограда лора в общем то происходит дисбаланс между корнями и листьями листьев не хватает просыпаются почки сейчас я вам поближе покажу вот это почечка в пазухе листа и так что же надо делать чтобы почки не проснулись как этого избежать вот посмотрите у меня шпалера высотой рукой дотягиваюсь примерно 2 метра 20 сантиметров пасынки оставлены либо прищипнуты над вторым листиком это касается абсолютно всех пасынков все пасынки я прищипываю на либо на два листика либо даже на три а некоторые у меня вот даже продолжают еще и расти виноград тоже отчеканен как вы видите отчеканен где-то примерно в августе обрезаны верхушки но обязательно оставляются пасынки когда мы удаляем верхнюю точку роста пасынки начинают активно расти и они забирают на себя те полезные вещества те силы которые виноград черпает из земли корневой системой если сейчас на этом растении удалить все пасынки то даже сейчас возможно эти почки по какой-то причине могут и раскрыться если теплая погода простоит еще дальше виноград будет расти вегетировать ему нужен листовой аппарат а листьев нет и вот эти почки могут и раскрыться то есть чтобы не раскрывались почки спящие в конце лета в начале осенью надо оставлять пасынки кроме этого виноград должен быть довольно таки высоким основной побег я бы советовал оставлять не менее двух метров от поверхности земли тогда листьев точно хватит если же вы не хотите оставлять пасынки и решили их совсем выломать то тогда его нельзя прищипывать верхушку нельзя укорачивать его рост тогда ему надо давать куда-то расти либо делать свисающий прирост но для этого нужно определенной формы шпалера т-образная поэтому я всегда оставляю пасынки длиной не менее двух листьев и еще может спровоцировать раскрытие почек это внесение в августе в сентябре большого количества азотных удобрений поэтому осенью в конце лета азотом мы стараемся практически не удобрять я вообще не вношу в этот период азотные удобрения и в этот момент я вношу только фосфорно-калийные как в почву так и по листу с помощью опрыскивания опрыскивание фосфорно-калийными удобрениями если урожай уже снят можно совместить с опрыскиванием фунгицидами то есть в одном опрыскиваете развести удобрение и добавить туда какой-то препарат от мильдью аидима и либо других заболеваний которые если ваш виноградник болеет а на моем винограднике в московской области есть как аидиум так и мильдью и антракноз поэтому конечно мне приходится несколько раз проводить профилактические обработки виноградника фунгицидами системного действия и еще хочу добавить то что если вдруг все-таки почки раскрылись на вашем винограде не пугайтесь следующем году старайтесь правильно виноград формировать соблюдать правильную агротехнику виноград не погибнет если лоза вызрела то лозы перезимуют но единственное что вы можете просто недополучить какую-то часть урожая из-за того что основная почка самая сильная уже у вас раскрылась естественно она в зимний период погибнет но вот в этом месте кажется что здесь одна почка на самом здесь несколько почек здесь три или четыре почки точно есть то есть одна погибнет и остаются еще три запасных вспомогательных почки из которых самое сильное весной у вас прорастет ну на этом дорогие друзья пока все надеюсь этот ролик был для вас полезным не забудьте подписаться на канал всего хорошего пока пока